Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Какие меры поддержки оказываются региональными властями, представителям малого и среднего бизнеса. Анапские полицейские сегодня отмечают свой профессиональный праздник. День сотрудника органов внутренних дел в этом году совпал с юбилеем – 170-летием образования службы. В 1846 году высочайшим указом было учреждено три портовых города – Новороссийск, Сухумкале и Анапа. Тогда же и было образовано полицейское управление. После революции теперь уже милиционеры боролись с бандитизмом на Кубани, а в годы Великой Отечественной воевали на фронте и в партизанских отрядах. Исполняли интернациональный долг в Афганистане, а затем наводили порядок в северо-кавказском регионе. Пять лет назад вернулось прежнее название – полиция. Сегодня в структуре отдела МВД России по городу Анапа – три десятка служб и подразделений. В этом году полиции перешли функции миграционной службы и вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. С выполнением возложенных задач успешно справляется коллектив, в котором служит более 600 сотрудников. К своему празднику правоохранители подошли с неплохими результатами. Зафиксировано снижение количества преступлений. При этом раскрываемость по тяжким составила 100%. Сегодня в городском театре состоялось чествование сотрудников органов внутренних дел Анапы. От имени главы администрации курорта собравшийся поздравил его заместитель Олег Костенко. Слышите от себя лично, имени главы муниципального образования группы Курокомандоров Сергея Павловича Сергея, поздравить вас с вашим профессиональным праздником. К сожалению, Сергей Павлович находится сейчас в отпуске, и я, с вашего позволения, выполню почетное его поручение. И зачитаю его поздравления вам. Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны службы, примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Каждый из вас однажды выбрался для себя непростой, но в то же время влажный и благородный жизненный путь. Ваша ежедневная служба является надежной гарантией порядка в нашем обществе и стабильности в стране. От нее напрямую зависит безопасность людей, их вера в торжество закона. Время ставит перед сотрудниками органов внутренних дел новые важные и ответственные задачи. Все больше внимания вы уделяете противодействию экстремизма и криминальным угрозам, эффективной профилактике правонарушений, борьбе с производителями и реализаторами 41-го алкоголя. Ежедневно к нам на крон приезжают миллионы гостей из всей России. И полиция предпринимает все необходимые меры, чтобы отдых был спокойным и безопасным. Самые теплые слова благодарности необходимо выразить ветеранам МВД, которые всю свою жизнь посвятили борьбе с преступностью, а сегодня передают бесценный опыт молодым специалистам, приходящим им на смену. От всей души благодарю всех сотрудников органов внутренних дел за добросовестный труд, желаю счастья, желаю здоровья, семейного счастья и благополучия, дальнейших успехов в службе на благо России, Кубани и Анапы. Глава муниципального образования города Курота Марка Сергей Сергей Павлович. Спасибо. Краевые законодатели намерены сформировать предложение по поддержке медицины. Два дня в нашем городе работала председатель комитета по вопросам здравоохранения Законодательного собрания Краснодарского края. Елена Копцова побывала практически во всех учреждениях здравоохранения, от горбольницы до амбулаторий в сельских округах. Председатель профильного комитета повстречалась с врачами и пациентами, оценила материально-техническую базу лечебных учреждений. Уровень оказания медицинских услуг в Анапе она оценила как достаточно высокий. Тем не менее, есть ряд вопросов, которые носят системный характер и типичны для всего краевого здравоохранения. И здесь депутаты намерены принять активное участие в решении проблем на своем уровне. Познакомивших, я должна сказать, что на фоне очень многих, будем говорить, регионов, вы выглядите достойно. Во всех лечебных учреждениях, где мы не были, мы отметили, что, во-первых, высокая организованность руководителей, которые там работают. Мне очень понравились молодые врачи, которые работают у вас в ваших структурных подразделениях. Люди очень ответственные, приехали постоянно, особенно вот этой по программе «Земский доктор». Видно, что они не временщики, они собираются здесь работать долго. У меня оставила очень хорошее впечатление именно система Анапского здравоохранения. Да, я понимаю, да, нужен ремонт, да, нужны деньги, да, нужно это. Но это все нужно. Но вместе с тем сегодня нет таких горячих точек, которые надо гасить. Я все прекрасно понимаю, что сегодня на всех уровнях, начиная от сельского здравоохранения, кончая Анапской городской больницей, помощь приходит вовремя. Интервью с председателем Комитета по вопросам здравоохранения Законодательного собрания Краснодарского края Еленой Копцовой вы можете найти на нашем сайте. И к другим темам. Анапа вновь принимает участников форума «Гражданская консолидация-2016». Он объединяет молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе со своими наставниками, сверстниками и обретенными друзьями участники форума обсуждают, как реализовать себя в жизни и вести активную общественную деятельность, как помочь ребятам с инвалидностью жить полной жизнью. Сами ребята говорят, что сегодня одна из основных проблем трудоустройства, а анапчане предложили сделать город-курорт центром реабилитации. Для того, чтобы, как это принято говорить, почувствовать сцену, участникам форума потребовалось немного времени и несколько репетиций в перерыве между встречами, мастер-классами, занятиями с экспертами. Молодым людям рассказывали о возможностях, которые предоставляет государство, а также о том, что могут они сами. Алексей из Гулькевичского района о форуме узнал от местных общественников. Говорит, что интересно встретиться и пообщаться. Как и многие собравшиеся, считают, что сегодня главное, чтобы была работа. Сейчас я не работаю. Работал, я не знаю, сейчас очень плохо, с этим принципом и работа много сокращений везде, сложно с работой. Представители власти напомнили, что по закону на предприятиях, где работают более 30 человек, должны быть предусмотрены места для граждан с ограниченными возможностями. Вместе с тем в президиуме отрекомендовали участников, которые после прошлого форума получили грант, создали общественную организацию, которая уже помогла найти работу 40 молодым людям. Первый форум «Гражданская консолидация» прошел этой весной. Организаторы пояснили, что решили не ждать, когда пройдет календарный год, потому что опыт оказался успешным. Удалось помочь с участием в спортивных состязаниях. Впервые ребята поехали на общекраевой молодежный форум «Регион 93». Периодичность раз в полгода, вероятнее всего, сохранят, а Анапа станет местом постоянной прописки мероприятия. Несколько причин. Первая причина – то, что здесь есть инфраструктура, которая позволяет проводить данный форум, ну, в частности, санаторий, который имеет такую возможность. Таких санаториев очень мало. Второе – климат, которым обладает Анапа. Третье – определенный дух такой свободы. Свободы для отдыха, свободы для знакомства. И Центр культуры Родина, и городской театр, где принимали участников форума, оснащены всем необходимым. В Анапе уделяют особое внимание доступности пляжей, социальных и коммерческих объектов. По основным маршрутам уложена плитка для ориентации слабовидящих. Инфраструктуру постоянно совершенствуют, опираясь на мнение общественников. Я хотел восстановиться, прежде всего, вас поприветствовать от имени главы муниципального образования Сергея Павловича Сергеева. Почему? Потому что основное направление в организации работы, в беспрепятственной среде, в безбарьерной среде Сергея Павловича уделяется огромное внимание. Анапчане считают, что город-курорт можно сделать одним из центров реабилитации, где помощь будут оказывать в том числе и те, у кого есть личный опыт. По словам Юлии Бариновой, здесь нужно, как часто говорят сегодня, быть в теме. А из-за неосознанных ошибок человек может выпасть из жизни на 5-6 лет. Мы можем помочь людям психологически, юридически. Мы можем показать свой опыт, что мы не потерялись, что есть такие люди. Да, мы тоже жили на ногах, теперь мы чуть-чуть в другой ситуации. И мы можем на своем примере показать людям, что жить не закончилось. Как говорят организаторы, у общества есть запрос на проведение таких форумов, а представители власти хотят слушать участников, потому что их идеи и подходы – свежий взгляд, который чаще всего и помогает решать проблемы, копившиеся десятками лет. В Краснодарском крае с начала года на 6,5 тысяч увеличилось количество предпринимателей. По мнению вице-губернатора Кубани Сергея Алтухова, сейчас в крае есть меры финансовой, инфраструктурной и консультационной поддержки бизнесменов. Среди них – субсидирование, налоговые льготы, имущественная поддержка. На компенсацию затрат предпринимателей, предусмотренных для старта собственного бизнеса, планируют направить около 460 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Цитирую. Предприниматели активно пользуются возможностью получать дешевые деньги на развитие собственного бизнеса при помощи региональных фондов. За 10 месяцев сумма предоставленных фондом микрофинансирования займов в 1,8 раза больше, чем за весь 2015 год. Конец цитаты. Планируется увеличить объемы финансирования при поддержке отдельных видов сельхоздеятельности предпринимателей. Это увеличение объема грантов на создание семейных ферм до 30 миллионов рублей, субсидирование производства молока, приобретение молодняка. Сейчас Краснодарский край является одним из лидеров в стране по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. На Кубани осуществляют деятельность почти 300 тысяч малых и средних предприятий. На них занят около 560 тысяч работников. Краснодарский край принял рекордное число туристов за 9 месяцев этого года. Почти 14 миллионов человек посетили курорты Кубани. Это рекордная цифра за подобный период для региона. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. По мнению главы края, такого рекорда удалось достичь, потому что в этот летний сезон не было конкуренции с Турцией и Египтом. Только в Анапе и Крымском районе турпоток вырос на 20%. Губернатор также добавил, что бюджет региона за этот же период получил налогов на сумму свыше 4,5 миллиардов рублей. Ранее ТАСС сообщал, что за последние 5 лет число туристов, посещающих край, выросло на 40%. С 10 миллионов 600 тысяч человек в 2010 году до 15 миллионов в 2015. С 14 по 25 ноября будет проводиться второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Антинаркотическая комиссия города-курорта Анапы приглашает всех, кому небезразлично будущее детей, кто осознает опасность сложившейся ситуации, независимо от вероисповедания и политических пристрастий. Если у вас есть информация о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, о местонахождении надписей, рекламирующих продажу наркотических средств «Спайс», обращайтесь по телефону, указанному на экране. Телефон доверия антинаркотической комиссии администрации 50461. Остальные контакты можно посмотреть на нашем сайте anaparegion.ru. Внимание! Розыск! Вчера в 17.35 в районе железнодорожного моста, недалеко от хутора Воскресенский, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщают очевидцы, водитель внедорожника «Тойота» двигался по направлению к хутору Воскресенский с нарушением скоростного режима, не выбрал безопасной дистанции для маневра и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который двигался в том же направлении. От удара тяжелый внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем ВАЗ-2112, в котором ехала молодая семья. От страшного удара семейная пара скончалась до прибытия реанимационных групп. Девятилетняя дочка погибших супругов была госпитализирована, но умерла по пути в реанимацию. Виновник происшествия скрылся, бросив автомобиль «Тойота» на месте трагедии. Если вы стали свидетелем этого происшествия или располагаете какую-либо важную информацию о личности или местонахождении водителя, совершившего смертельное ДТП, просьба обратиться в полицию или позвонить по телефону 02. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи.